Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С каждым днём, дорогие братья и сёстры, мы приближаемся к встрече с долгожданным, дорогим для всех нас месяцем Рамадан. И очень часто в преддверии Рамадана люди спрашивают, каким же образом подготовиться к встрече с этим великим месяцем и как настроиться. Действительно, месяц Рамадан — очередной шанс, который предоставляется нашим Господом каждому из нас. И ни у кого из нас нет ни малейшей гарантии на то, что мы доживём до следующего Рамадана, да и вообще этого месяца Рамадана. Поэтому месяц Рамадан — это тот месяц, который сам Всевышний Аллах подготовил как великий шанс для каждого своего раба. Ибо именно в этом месяце Всевышний Аллах обеспечивает особую атмосферу приближения ко Всевышнему Аллаху, способствующую смягчению наших сердец. Месяц Рамадан — это самая лучшая почва для того, чтобы сеять добро, совершать благие поступки. Месяц Рамадан — это шанс к изменению. И месяц Рамадан в первую очередь мы должны встречать с радостью, воздавая хвалу Всевышнему Аллаху за то, что Он предоставил тебе возможность вступить в очередной раз в этот благочестивый, благоуханный месяц Рамадан. А значит, ты получил шанс раскаяния, получил шанс приближения, очищения, изменения себя целиком и полностью. В первую очередь нужно подготовиться мысленно, рассматривая, смотреть нужно на этот месяц как шанс к изменению, а не как месячный период перерыва твоей обыденной жизни. То есть месяц Рамадан — он предоставляет тебе возможность и самый легкий курс приближения ко Всевышнему Аллаху, избавлению от грехов и всего порицаемого. То есть мы должны в первую очередь готовиться к тому, что с наступлением месяца Рамадан и далее мы готовы измениться, мы готовы изменить себя, мы готовы отказаться от всего того, что вызывает недовольство и гнев нашего Создателя. То есть первое — это быть готовым настроиться на свою личную, так называемую, трансформацию, изменение самого себя. Второе, почему именно важно с этого начинать — это настроиться целиком и полностью на отказ от грехов, от всех грехов, особенно тяжких, больших грехов. Считать, то есть дать слово своему Создателю, своему Господу за то, что Он дал тебе дожить до месяца Рамадан, что с этого месяца Рамадан ты больше не вернешься к какому-нибудь тому греху, который ты часто совершал и не смог его отойти от этого греха. То есть отход от грехов — это самое любимое поклонение Всевышнему Аллаху, самое любимое издеяние Всевышнему Аллаху, чем нежели прилагать большие усилия и стремления к тому, чтобы приумножать какое-то благое деяние, будь это милостыня, будь это участие в каких-то других богоугодных делах, тебя больше всего ко Всевышнему Аллаху приближает отказ от порицаемого. И так как наша религия состоит из двух половин, одна половина — это отход, отказ от порицаемого, вторая часть — это исполнение велений нашего Господа, совершение благих деяний. Так вот отказ от запретного больше всего Раба приближает ко Всевышнему Аллаху, и нельзя об этом забывать. То есть тот человек, который намерен, готов сделать очень много милостыни в этот месяц, преуспеть в посещении мечети и так далее, раздавать ифтары и так далее, но при этом он не намерен прекратить, приостановить заработок из запретного, не намерен прекратить тот или иной грех, грех расставчичества, словесные грехи, какие-нибудь там другие еще проступки, то этот человек не получит должного, то есть той настоящей пользы от месяца Рамадана. То есть целиком и полностью решительно настроиться на отход от греховного. Следующее. Этот месяц, который нас учит, преподают уроки ценности времени, устроить весь график свой дневной таким образом, чтобы ты успел сделать все благое в дни этого месяца. И при этом ты можешь также в эти свои планы ежедневного своего графика, ты можешь включить и все те дела, которые ты должен совершать из мирских твоих дел, вот это твоя работа, можешь даже именно в этот месяц поставить задачу, начать какое-нибудь очень важное дело, запустить какой-нибудь свой проект. Потому что именно месяц Рамадан – это месяц, в котором пост, сам пост, он способствует усилению, улучшению продуктивности человека. И если посмотреть на историю наших предшественников, мы находим, что именно в месяц Рамадан мусульмане достигли наибольших успехов, исторических успехов. Следующее. Это молитва. То есть месяц Рамадан, как никакой другой месяц, подходит для того, чтобы ты по-новому посмотрел на свою пятикратную молитву, улучшил его качество, его исполнение. Потому что молитва, пятикратная молитва, раба – это то, что привязывает, связывает раба со своим Господом. И когда мы эту молитву, как бы часто, то есть мы его, то есть один из таких ученых ислама сказал, это самое регулярное и недооцененное поклонение Всевышнему Аллаху. Поэтому, как бы мы часто его не выполняли, не совершали, в молитве каждому, каждому свойственно допущение какой-либо халатности. Поэтому пересмотреть свою молитву, улучшить его соблюдение. К тому же стараться совершить его, совершать с месяца Рамадан, как можно, то есть задастся такой целью, не допустить упущения предписанной молитвы, кроме как в джамаат. То есть не допускать его совершать в одиночку. Любой ценой устроить свой дневной график таким образом, чтобы ты не лишился коллективного исполнения предписанной молитвы. Следующее — это Коран. Это твое отношение к Курану. Месяц Рамадан — месяц Курана, Священного Курана. Если ты из тех людей, которые умеют читать Священный Куран, став перед собой задачу прочитать, прочитать как можно больше сур, страниц из Священного Курана. Люди в этом плане отличаются. Есть люди, которые могут очень много прочесть. Есть люди, которые вообще не умеют прочитать. То хотя бы, если ты не умеешь, не научился еще читать Куран, месяц Рамадан — это как раз-таки то время, в котором самое подходящее время для того, чтобы вот с этого года, с этого месяца начать изучать чтение Священного Курана. Я не сомневаюсь и уверен в том, что если ты поставишь перед собой именно такую цель, ты и учителя найдешь, и место, где обучаться найдешь, и время для этого найдешь. Изучай. Пора уже научиться чтению Священного Курана. Пусть это будет хотя бы несколько каких-то сур, которых ты выучишь в этом году, в этот месяц Рамадан. Следующее, чему следует уделять особое внимание в течение всего месяца Рамадан — это мольба. Спроси себя, когда ты в последний раз искренне просил у Всевышнего Аллаха. Просил у Всевышнего Аллаха, и при этом будучи убежденным в том, что Всевышний Аллах ответит на твою мольбу. Мы очень недооцениваем это великое благо, данное нам Всевышним Аллахом. Научиться молиться, молить у Всевышнего Аллаха, просить у Всевышнего Аллаха. В течение всех суток Рамадана есть различные времена, есть особые ночи, есть особые периоды в течение всего дня, когда ты получаешь наибольший шанс на ответ от Всевышнего Аллаха на твою мольбу. Поэтому заполнить как можно больше времени в период после намазов, после пробуждения, до рассвета, после сухура, до сухура, какими-то мольбами. Старайся выучить какие-нибудь дуа из сборников дуа пророка, таких брошюр, книжечек и в интернете много, и можно купить в любом книжном магазине. Не упускай этой возможности. Это золотой шанс для раба немощного, нуждающегося в милосердии и в поддержке своего Господа. Следующее. Стараться как можно больше преуспеть в совершении добровольных намазов. Если ты не практиковал, например, уитр молитву, дай себе слово, что с этого месяца, иншаллах, ты заведешь такую традицию не пропускать уитр молитву перед сном каждую ночь. Если ты не знал, что такое молитва Аллаха, выучи, какая прекрасная эта молитва, сколько в ней блага, и заведи эту традицию именно с этого месяца. Это твой шанс. И та традиция, традиция поклонения Всевышнему Аллаху, начатая в месяц Рамадан, имеет большой шанс на непрерывный успех. Да поможет Всевышний Аллах каждому. Также месяц Рамадан, месяц поминания Всевышнего Аллаха. Алкара. Поминания Всевышнего Аллаха. Есть большое количество сборников поминания Всевышнего Аллаха. Есть алкары, которых желательно читать при выходе из дому. То есть вообще при пробуждении от сна, во время отхода ко сну. То есть каждому движению нет ни малейшего движения, ни малейшего никакого состояния раба, в котором бы посланник Аллаха, саллилаллаху алейхи вассалям, не поминал особым образом своего Господа Всевышнего Аллаха. И эти дуа, хвала Всевышнему Аллаху, в достоверных сборниках, в брошюрах, в книжечках, да и в интернете огромное количество. Полистай их, возьми из всех вот этих мольб то, что тебе под силу для того, чтобы начать практиковать. То есть что можно для этого сделать? Можно просто распечатать, оставить рядом со своей кроватью. Перед сном прочитал. Проснулся — прочитал. Возле двери выходишь — прочитал. То есть завести такую традицию, не упускать те или иные аскары, поминания Всевышнего Аллаха, утренние, вечерние, когда ты садишься на свой транспорт, когда ты пробуждаешься ночью и так далее. То есть взять для достаточной багаж традиции поминания Всевышнего Аллаха в течение месяца Рамадана. Также самый, можно сказать, одним из самых важных даров этого месяца — это ночные молитвы. Потому что именно ночи месяца Рамадан они окутаны такой атмосферой, которая способствует совершению молитвы «Тахаджуд», о которой мы в нашем канале рассказывали, завести традицию совершения ночных молитв. И, конечно же, не упускать молитвы «Таравих» в коллективной форме, в мечетях. А также из тех поступков, деяний, которые приветствуются, и к которым мы заранее должны готовиться, это милостыня в месяц Рамадан, это угощение в месяц Рамадан на Ифтар, принимать участие в организации каких-то коллективных Ифтаров, преуспеть в приглашении как можно большего количества гостей для того, чтобы угостить их на Ифтар, разделить свою материальную возможность именно с теми нуждающимися бедными людьми, которые не находят для того, чтобы полноценно открывать свой пост, для того, чтобы полноценным образом съесть чего-либо для того, чтобы набраться достаточно сил для поста. То есть посвятить этот месяц, то есть какую-то программу для себя составить, или же это может быть определенная какая-то сумма, которую ты потратишь на поддержание нуждающихся именно в этот месяц. Некоторые отводят именно месяц Рамадан для выплаты заката по поводу этого. Тоже хочу несколько слов сказать. Закат, дорогие братья, дорогие сестры, это долг, долг. Для того, чтобы приблизиться и достичь любви нашего Создателя, недостаточно выплатить долг, недостаточно выплатить закат. Нет такой традиции вообще среди наших салифов оставлять выплату заката на месяц Рамадан. Закат выплачивается в течение всего года. То есть когда у каждого мусульманина, располагающего, имеющего в достатке достаточную сумму, и когда у него истекает год с начала своего дела, своего бизнеса, он выплачивает закат. Закат не привязан к одному месяцу. Закат мусульмане выплачивают в течение всего года. То есть наступило время, ты не имеешь права ожидать выплаты его до Рамадана. Если тебе пора выплатить закат уже сегодня, нужно его выплачивать сегодня. А месяц Рамадан, воспользуйся месяцем Рамадан для того, чтобы преуспеть в добровольных пожертвованиях, в милостыне, в садака, в раздаче еды и так далее. Да поможет нам Всевышний Аллах достойным образом встретить этот месяц и оказаться в числе тех, кого Всевышний Аллах освободил от наказания в аду. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вассаламу алейкум ва баракату.